На праздничной ноте стартовал рабочий визит губернатора Московской области в Щелковский район. Крылатая пехота, служащие войсковой части воздушно-десантных войск, расположенные в Медвежьих озерах, отмечали свой главный праздник. Андрей Воробьев присоединился к поздравлениям. В разные времена, в разные ситуации в истории нашей страны ВДВ проявляло свои самые лучшие качества. Мужские качества, качества настоящих героев. Всегда служить ВДВ было большой честью и большой отвагой. После посещения войсковой части губернатор региона побывал на нескольких социальных объектах. Этим летом в поселке Новый Городок начал свою работу реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение рассчитано на 40 ребят и включает различные виды терапии. От соляной и сенсорной комнат до развивающих игр и занятий. Губернатор отметил, что все необходимые условия созданы также и для родителей, ожидающих пока у ребят закончатся занятия. Вы здесь можете ждать, а дети все мать, я особенно, скажу. Да, вот в комнате, дорогие, это очень большой, хороший фундамент для дальнейшего развития наших деток. Потому что детки особенные. Андрей Юрьевич в своем обращении дал нам такое поручение в этом году, в 2016-м, открыть 10 отделений реабилитации для детей-инвалидов. Вот этот центр, в котором мы находимся, как раз один из этих 10. Спасибо главе и инвесторам, которые выделили это помещение. Помещением для нового реабилитационного центра послужила бывшая учебная часть военного городка. Медучреждение заняло первый этаж. Остальной частью здания распорядились не менее эффективно. Здесь фактически завершено обустройство 40 комнат-общежития для медиков. Губернатор познакомился с сотрудниками сферы здравоохранения, которые в скором времени получат служебную жилплощадь. Мы позволим представить из старых и главных врачей, чьи сотрудники, которые будут проживать в этом архиве. Еще один социальный объект, который практически готов к открытию – детский сад на 240 мест бассейна в деревне Медвежье озера. Посетив будущее учреждение дошкольного образования, Андрей Воробьев встретился с жителями поселения. Которые поблагодарили за новый садик, однако поспешили напомнить, что столь же необходима Медвежкам новая школа. Пока запланирована пристройка на 275 мест. Очень долгое время мы строили социальные объекты. И по президентской программе мы построили очень много детских садов. Слава Богу, что здесь удалось построить. Здесь мне заведующая говорит, что 240 мест, уже 260 ребятишек записалось. Мы понимаем, что школа – это тоже важно. И ликвидируем вторую смену. Мы 24 школы в этом году построим. После Медвежье озерского поселения Андрей Воробьев посетил объект, который не один год оставался причиной нареканий многих жителей города Щелково. На межрайонных очистных сооружениях по поручению губернатора региона была проведена реконструкция. Заменили часть оборудования коллекторов и аэротенков. На данный момент уровень кислорода в воде поддерживается в норме и неприятного запаха от самих очистных практически нет. Параллельно продвигаются масштабные работы по ремонту коллектора и КНС «Соколовская». Также губернатор посетил один из важнейших социальных объектов города Щелково. Перинатальный центр, рассчитанный на 400 посещений в смену, возводится на улице Шмидта. На данный момент внутри продвигается отделка помещений. На объекте задействовано более 640 рабочих. Завершение общего объема строительных работ запланировано на конец сентября. Завершился рабочий визит губернатора. Встреча с жителями города Щелково, которая прошла в городском парке. О ней мы расскажем в следующем выпуске программы «События». Александра Гранич, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».